коллеги мы продолжаем наш с вами нашу онлайн-трансляцию ко мне присоединился алексей лукацкий бизнес-консультант нашей компании сиска по безопасности он расскажет сейчас как раз про тему сколько стоит создать свой сок и слова алексею да добрый день уважаемые коллеги действительно я буду продолжать рассказ руслана который начал с того какие источники телеметрии нам нужны и продолжу его расширив его темой во сколько это все обойдется и расскажу собственно наш подход компании сиска связаны с тем как мы проектируем соки а мы наверное один из крупнейших игроков на этом рынке даже на российском рынке мы спроектировали там где-то полтора десятка различных соков не говоря уже о общем мировом рынке где у нас этих соков гораздо больше сотни поэтому нам есть чем поделиться и наверное вопрос цены это самый популярный вопрос который мы слышим когда к нам приходят заказчики спрашивают а во сколько нам обойдется сок вот мы хотим выполнить либо требования законодательства либо мы хотим просто выстроить процесс мониторинга сколько нам надо денег попросить заложить бюджет для того чтобы сок у нас заработал если посмотреть многие презентации различные статьи то все ответы на этот вопрос будут крутиться вокруг двух составных частей это фонд оплаты труда и соответственно стоимость технологического стека том числе и того которым рассказывал руслан на самом деле когда мы говорим о стоимости надо принимать в расчет гораздо больше различных вопросов которые мне сегодня и хотелось бы рассмотреть и самый первый из этих вопросов он на самом деле вообще не касается цены он касается так называемой сервисной стратегии то есть сервисная стратегия это то что определяет зачем нам нужен сок что он будет делать как он будет развиваться какая операционная модель у него будет и как следствие ответы на эти вопросы повлияют на ценообразование и у нас может оказаться что в одном случае при одном уровне развития сервисной стратегии сок будет стоить за миллион долларов а то и за два миллиона долларов и это только годовые затраты а в другом случае сок а может обойтись на всего в несколько десятков тысяч долларов это вполне реальные цифры вот поэтому сервисная стратегия это некий ключ к тому с чего должно начинаться проектирование сока я сегодня буду еще говорить об ошибках при проектировании сока с которыми сталкиваются многие наши заказчики и вот одна из этих ошибок это начинать с технологического стека давайте выберем сием и вокруг него сделаем технологическую обвязку напишем плейбуки наймем людей которые умеют работать с выбранными нами сиемом и наступит нам счастье она к сожалению не наступит потому что это совершенно неверный подход к проектированию сока начинать надо с виденья того для чего нам нужен сок какие задачи внутри организации он решает причем не только задачи безопасности сколько задачи связанные с айти либо безопасностью либо с бизнесом и так далее и тот результат который мы хотим достичь после того как мы внедрим либо целиком сок либо отдельной его как бы очереди поскольку внедрение сока эта история не одномоментная циска начинала внедрять сок еще в 2001 году вот тот сок собственно о котором мы сегодня можем говорить что это именно сок а не группа реагирования на инциденты и мы до сих пор этот процесс продолжаем то есть эта история такая бесконечная второй как бы этап после того как мы определились зачем нам все это нужно мы начинаем определяться а какие сервисы нам для сока нужны то есть составляем некий сервисный каталог то есть мы должны понять сок у нас будет только мониторить и реагировать на инциденты либо сок это еще ретим и пентесты либо это еще фишинговые симуляции либо это еще анализ уязвимостей либо вплоть до управления средствами защиты для отдельных заказчиков это тоже включается в понятие сок и здесь там нельзя говорить что они правы либо не правы потому что термин сок сам по себе не стандартизован и каждый свое понимание вкладывает в этот термин после того как мы определились с тем что мы будем вкладывать в термин сок в нашем случае какие сервисы в нем будут мы должны определиться какие процессы будут реализовывать этот самый сок какие требования у нас процессом кто потребители этих самых процессов как мы будем реализовывать эти процессы каковы метрики оценки эффективности этих процессов потому что если мне не критично в течение какого времени реагировать там час или восемь часов или восемь часов или там до 16 часов но наверное мне требования по автоматизации не очень важны я могу исключить из бюджета требования по суаром и вообще по автоматизации как таковой и ограничиться бумажными плейбуками если же для меня время реакции является критичным я хочу взять инцидент в обработку через пять минут после его детекта и в течение там например трех часов его закрыть но более-менее простые инциденты то соответственно вопрос автоматизации для меня критичны и для меня критичный саар а саар это дорога дорогая штука которая влияет на бюджет и на финальную стоимость сока если мы говорим о соки in-house для модели аутсорсингового сока там вообще другая немного картинка с точки зрения цены образования после того как мы определились процессами и сервисами мы поймем а сколько людей нам нужно для того чтобы это построить для того чтобы это эксплуатировать и самое главное мы собственно ответим себе на вопрос а где этих людей брать и если они вообще на рынке потому что может оказаться так что часть сервисов просто нереализуемо в наших условиях потому что нет людей и нам надо отдавать часть сервисов сока на аутсорсинг и вот у нас уже начинается такая гибридная операционная модель часть у нас будет капексная составляющая бюджета часть опексная составляющая бюджета то есть на итоговую сумму это тоже может повлиять достаточно кардинальным образом и только потом когда мы определились сервисами только после того как мы определились с операционной модели и со штатной численностью и с планом развития персонала мы можем подходить уже к закупке тех или иных технологий причем тоже далеко не всегда это будет закупка в ряде случаев если имеющиеся на рынке в том числе и санкционной тематики решения нас не устраивают мы будем думать сторону опенсорса опенсорс нас заставит пересмотреть наши требования к персоналу к фонду оплаты труда к мотивации персонала а это автоматически повлияет и на стоимость на итоговую стоимость сока то есть это вот только один вопрос сервисной стратегии и вот здесь на слайде мы видим пример как бы каталога сервисного для сока это один из возможных примеров на самом деле сок может быть ограничен на первых этапах своего создания только двумя сервисами мониторинга реагирования а потом уже расширяться в сторону управления уязвимостями нормальность red intel пентестер и тимминг фишинговые симуляции кибер учения и так далее и так далее а кто-то и остается навсегда на вот этом уровне два сервиса мониторинг и реагирование от этого будет зависеть собственно итоговая стоимость данного решения под названием security operation центр или центр мониторинга реагирования на инциденты а может быть вот такой более расширенный вариант состоящий сока состоящего из ряда сервисов обратите внимание здесь у меня уже добавляются сервисы связанные с платформами управления соком с сервисы связанные с разработкой своих аналитических правил с разработки сложных rule chain of для сока разработка возможно там своих алгоритмов обнаружения то или иной аномальной активности или наличие там своих дейта сайентистов которые занимаются разработкой либо тестированием различных моделей машинного обучения составлением дата сетов обновлением дата сетов и это отдельная компетенция должна быть в соке отдельный сервис и соответственно отдельный инструментарий который будет вообще уметь работать с машинным обучением то есть у нас также это повлияет на итоговую стоимость то есть сервисная стратегия влияет на сервисный каталог который автоматически влияет и на стоимость всех сервисов и стоимость самого сока который как мы прекрасно понимаем может быть реализован как часто звучит на сок форуме двояко либо in-house либо аутсорсинг то есть in-house это когда у меня есть аналитики и есть своя платформа или набор платформ для того чтобы эти аналитики выполняли все там задачи связанные с детектом и респонсом у меня может быть вариант сок из сервис то есть чистый аутсорсинг когда у меня нет ни людей ни инструментов и я все отдал во внешние руки но очевидно что никогда не бывает чтобы сок работал либо по одной либо по другой модели но вот практически никогда мы в своей практике не встречали да и у нас сок в циска не работает ни по одной ни по другой модели то есть мы используем тоже гибридный вариант есть часть сервисов например связанных с ретентелом несмотря на наличие собственного подразделения циска талос который там обрабатывает какие-то миллиарды сотни миллиардов событий безопасности ежедневно мы все равно пользуемся в том числе и внешними те источниками различные там коммерческие государственные опенсорсные закрытые те источники которыми мы обогащаем наш контент обнаружения и на основе него собственно делаем какие-то выводы о наличии либо отсутствии инцидентов нашей внутренней инфраструктуре то есть у нас может быть как раз промежуточная идея когда отдельные сервисы могут быть вынесены наружу то есть у меня может быть и аналитики есть но сервис будет внешний например тот же самый 7 из облака после меня руслан будет рассказывать об одном из таких вариантов который бесплатно предлагает циска для того чтобы подтестировать насколько вы вообще готовы к сиему и чтобы не платить большие деньги поиграться по сути своей хотя слово играться здесь не совсем корректно но вы сможете проверить свои гипотезы и насколько ваши процессы готовы к выстраиванию сока как такового ну и может быть не очень популярная в россии в странах снг модель но вполне себе популярная на западе это менедж сием когда были тучные времена мы купили сием но потом у нас все аналитики либо разбежались либо их схантили другие какие-то организации то есть все игрушки у нас есть но управлять ими некому в этом случае мы идем в сторону аутстаффинга когда нашим 7 управляет внешняя компания и она собственно дает нам руки а технологии остаются все у нас тоже такая достаточно интересная модель существования сока который влияет очевидно на стоимость всего итогового решения поэтому когда там мы говорим об операционной модели надо понимать что она может сильно разниться в реальности вот комбинации этих четырех моделей которые я привел их существует там несколько десятков когда отдельные сервисы могут быть реализованы в энхаус режиме либо в рамках аутсорсинга либо смешанный гибридный вариант и более того очевидно что мы не можем съесть слона целиком хотя и хотелось бы поэтому мы будем выстраивать некий roadmap некую дорожную карту развитие своего сока и с точки зрения сервисов и с точки зрения расширения сервисов и режимов работы этих сервисов там например 5 на 8 и 24 на 7 это как минимум отличие в 3 может быть два с половиной раза по персоналу потому что 24 на 7 это как бы нам нужно три аналитика как минимум для решения задачи которая в режиме 8 на 5 решается одним аналитиком вот у нас сразу цена скакнула а если мы хотим начать с мониторинга и реагирования на инциденты на следующий год например реализовать свой сети ай сервис там cybers red intel вот а затем реализовать свой cyber range то есть киберучения а затем реализовать свои фишинговые симуляции очевидно что у меня стоимость будет меняться у меня операционная модель также меняется поэтому когда мы оцениваем стоимость сока вот мы в циска когда проектируем соки для наших заказчиков мы просчитываем родмэп на 1 3 5 лет вперед и соответственно исходя из первоначально озвученных задач можем оценить в том числе и стоимость всего решения на горизонте 3 5 лет и очевидно это не просто умножение первоначальной стоимости на 3 или на 5 цена будет очевидно снижаться по мере развития сока там капитальные затраты уходить в операционные в некие ежегодные но я дальше покажу некоторые цифры чтобы вы понимали о чем идет речь то есть иными словами именно стратегия сервисная стратегия определяет все дальнейшее она определяет дизайн сервисов дизайн сервисов определяет дизайн процессов процессы и сервисы определяет оргштатную структуру и требования по персоналу по его квалификации и соответственно по планам обучения которые влияют на итоговую стоимость и потом только мы приходим к что ой к технической архитектуре когда мы понимаем сколько людей нам надо какие сервисы мы хотим автоматизировать и тогда мы понимаем нужен ли нам просто 7 или сар или там вики платформа или какая-нибудь платформа коммуникаций а может быть нам еще понадобится и какая-нибудь там звуковая колонка я буду дальше показывать как например можно внедрить звуковые колонки в деятельность сока я хотел бы напомнить что мы разыгрываем сегодня несколько звуковых колонок как производства компании яндекс потому что мы же за импортозамещение вот поэтому те кто внимательно смотрит наш эфир вовремя реагирует на qr-коды которые появляются на экране угадывает ключевые слова и потом пришлет нам итоговую ключевую фразу сможет получить вот эту звуковую колонку а я покажу как эту звуковую колонку можно использовать в деятельности security operation центра вот ну а мы пока продолжаем и собственно первое да действительно она очень большая статья затрат это персонал обратите внимание что существует несколько точек зрения на то какой должен быть персонал вообще команда в соке начиная от банальной идеи что сок это или 1 или 3 плюс менеджер сока и заканчивая концепцией которая может быть в россии еще не столь популярна но на западе она уже достаточно давно принимается когда нет как таковой вертикальной иерархии аналитиков она горизонтальная и аналитики могут даже пересадить из одной роли в другую для того чтобы во первых расширять свой кругозор для того чтобы увеличивать интерес к работе а не тупить в рамках там одной функции внутри сока годами а вот что приводит к выгоранию нежеланию продолжать работу и увольнению сотрудника а проблема кадров они в рамках сок форума говорится достаточно много поэтому такого рода горизонтальная структура сока вещь очень полезная и самое главное что она нам подсказывает что это не только вот эти или 1 и 3 а у нас могут быть аналитики которые занимаются с реттентеллом аналитики которые занимаются как бы разработкой аналитических моделей правил корреляции обогащением люди которые занимаются пентестом мир и тиммингом киберучение фишинговой симуляции и результаты их работы ложатся в копилку на базе которой сок обновляет свои сервисы свои показатели свои метрики оценку эффективности о чем мы тоже поговорим но уже сегодня в самом финальном докладе на моем про ошибки допускаемой при проектировании сока сюда же попадает раздел отдельное подразделение или отдельный человек называемый quality assurance который такой независимый внутренний аудитор внутри сока который оценивает насколько сам по себе сок работает эффективно а иногда это даже независимо от сока человек который от иб работает но не в соке в этом случае он может действительно всю правду говорить в лицо там сок менеджеру который часто там не замечает бревна в своем глазу потому что он не хочет этого замечать но либо он действительно просто не видит и у него глаз замылился а ему бы надо обратить внимание что вот здесь у него слишком долго аналитики берут какие-то инциденты в работа вот здесь на каких-то этапах обработки инцидента почему-то слишком увеличенное время хотя его можно там снизить в два в три а то и в 10 раз ну и так далее то есть все это делает как раз quality assurance то есть численность команды сок она очень сильно меняется и вот здесь на этом слайде я хотел бы обратить ваше внимание что на на вопрос а сколько человек должно быть в соке вы никогда не получите ответа который устроит вас и самое главное который бы не вызывал споров у специалистов потому что даже вот по этому слайду вы можете обратить внимание что численность специалистов соки она сильно отличается и отличается она во многом от сервисной стратегии от технологического стека от задач которые стоят перед соком и соответственно тех процессов и сервисов которые в этом соке реализованы это может быть и семь человек которые реализуют сок это может быть и 400 человек которые также работают соки и нельзя сказать что в одном случае не хватает людей а в другом слишком много дармоедов просто мы не знаем сервисную стратегию не можем как бы трезво оценивать правильно или неправильная штатная численность того или иного сока опять же все нам диктует сервисная стратегия сколько должно быть все таки людей как их посчитать но есть достаточно такие упрощенные оценки вот одной один из примеров которого я привел здесь вот обратите внимание я взял некие количество часов которые нужно на типичные функции внутри сок этой мониторинг и управление инцидентами работа с заявками пользователей и этом сканирование уязвимостей взаимодействия с айти там как минимум с точки зрения тикетов например на управление уязвимостями либо на реконфигурацию фаерволов и так далее мы прикинули сколько часов необходимо и у нас получается что там 120 часов соответственно 120 часов это три фото и и при 40 часовом рабочей неделе согласно трудового кодекса соответственно 8 на 5 у нас получается три фото и и если 24 на 7 это 11 фото и а вот соответственно что влияет на стоимость аналитика сок влияет конечно же зарплата в зависимости от региона зарплата может сильно меняться причем даже приведенные на слайде цифры которые я взял из анализа хит хантер они и сейчас меняются потому что в регионах начинают уже платить московскую зарплату и люди при этом не переезжают из регионов москву поэтому зарплата иногда сравниваются что тоже вызывает определенные вопросы со стороны и чаров почему надо платить московскую зарплату людям которые сидят где-нибудь там в новосибирске или в ярославле или в самаре и так далее конечно же различные налоги там и в зависимости от того идти компания либо нет у нее может быть льготное налогообложение либо не льготное налогообложение конечно же обучение и ряд дополнительных моментов на которые надо делать ставку с точки зрения стоимости к чему это приводит обратите внимание вот здесь там небольшой калькулятор показан которым мы поделимся после окончания нашего сегодняшнего онлайн мероприятия где вы видите там стоимость только фонд оплаты труда для девяти специалистов сока для не москвы если попробовать сделать то же самое для москвы то у нас соответственно и зарплаты увеличится но если брать немного другие сервисы этому мы увеличиваем численность 9 до 13 и сразу обратите внимание ценник только на фонд оплаты труда увеличивается там в два с лишним раза казалось бы хотя число людей мы увеличили не в два раза то есть это уже сильно влияет на ту стоимость которая будет составлять там ну большую часть затрат на security operation центр а если мы еще добавим сюда вопросы связаны с обучением обучение это тоже вещь дорогостоящая и был вопрос задан через чат почему в россии нет аналогов сансовских программ ну потому что учебные центры не имеют у себя преподавателей которым они готовы платить столько же сколько платит санс а вот либо этим преподавателям как бы коммерческие соки платят гораздо больше чем они могли бы заработать на преподавании что приводит к тому что они не готовы учить учить и в итоге учебные центры учат каким-то базовым вещам там защита там hardening windows linux базовые вещи по обнаружению угроз на вендорские курсы по сиемом но совершенно не учат там сред хантеров или маловые реверсеров или вообще специалистов по соком как это делается в случае с сансом хотя можно пройти онлайн это обучение но извините платить 8000 долларов за пятидневное обучение готова далеко не каждая компания сегодня вообще многим российским компаниям отказывают в обучении в санкции и просто не принимают оплату даже в тех случаях если компания готова платить чему учить это тоже достаточно банальный вопрос если знать что есть такая инициатива найс от американцев которая позволяет описать навыки для специалистов различных категорий это некий аналог российских профстандартов но более приземленный и более практичный и вот эти навыки мы можем транслировать на конкретные программы обучения и многие учебные центры как минимум зарубежные собственно и транслируют свои программы на обучение мапят их в найсовскую фреймворк и мы сможем составить там перечень курсов некий план обучения на несколько лет для каждого аналитика для каждого сотрудника сока который у нас существует технологический стэк на этот вопрос наверное сколько стоит технологии я бы не хотел отвечать потому что это очень большая боль больная наверное тема потому что здесь можно спорить там апологеты коммерческих решений с опенсорсными апологеты западных решений с российскими поэтому я просто приведу некоторые статьи затрат чтобы вы понимали что ценник может действительно отличаться на порядке как минимум если мы рассмотрим набор решений там ndr и network ipc их можно объединить сегодня в рамках там xdr добавить туда и dr и вот мы уже избавились от трех категорий продуктов заменили одним да ценник чуть вырос но а в пересчете на три продукта он наоборот упал и здесь все зависит от конкретной компании либо она будет использовать три разных продукта там сетевая ps анализ сетевых аномалий там типа стол свача и анализ активности на инпоинтах типа am for in points либо она использует какое-то единое решение xdr если она найдет его на рынке помимо этого помимо ядра сока нам нужно еще решение для реагирования и для тиая и для форензики и для сбора цифровых доказательств а также необходимые технологии для администрирования сока включая коммуникации вики для передачи знаний и тому подобные вещи то есть это все тоже должно включаться в стоимость сока а не только сием который многие называют основной стоимостью затрат на самом деле далеко не основная стоимость затрат технологическом стеке составляет сием есть затраты гораздо больше а вот и на что надо обратить внимание при расчете цены я вот специально выделил пять основных аспектов чтобы вы понимали что есть продукты и это стоимость лицензии и в зависимости от того идем в сторону опенсорса либо нет ценник будет меняться на порядке это аутсорсинг одно дело купить лицензию поставить ее на баланс и другое дело пользоваться арендой на того или иного продукта тоже совершенно разные финансовые модели и соответственно финансовые потоки либо разовые затраты либо размытые по месяцам либо кварталам но в зависимости от того как аутсорсинговый сок с вами предпочитает работать конечно же какие-то сервисы какие-то продукты технологии уже могут быть приобретены например там вместо того чтобы покупать отдельный тикетинг можно задействовать тикетинг какой-нибудь сервис нау который уже есть у айтишников а вот либо взять open source на и там аля за хайв а вот или на базе там вики какой-нибудь замутить управление тикетами и существенно снизить затраты на построение своего собственного сока ну и конечно поддержка можно купить поддержку на год а можно на пять и в пересчете на пятилетний контракт годовая поддержка обойдется гораздо дешевле это тоже опять же может влиять на итоговую стоимость сока в зависимости от того какой горизонт бюджетирования в организации которая у себя строит сок и насколько она готова закладываться на несколько лет вперед там насколько она рискует и готова рисковать с точки зрения бюджетирования и это нас приводит к совершенно разным расчетам вот обратите внимание здесь три расчета которые мы делали для одного из заказчиков когда он ставил разные задачи то вот построить посчитайте мне сок целиком на коммерческих решениях сок на гибридной модели open source плюс коммерческие решения и целиком на open source и ну и железо под него и обратите внимание там даже не брав аутсорсинговую модель мы получаем разброс от 16 тысяч долларов до там 536 тысяч долларов то есть на порядок на в 30 раз по сути своей там даже близко 40 вот 35 раз стоимость меняется хотя казалось бы задачи во многом одни и те же но исходя из исходных данных которые прописаны в сервисной стратегии у нас поменялся ценник что заставило компанию пересмотреть в том числе и свои исходные данные потому что они рассчитывали на немного другие цены вот что касается голосовых помощников но я не хотел бы глубоко погружаться в эту тему тем более что с точки зрения нашего опыта мы не рекомендуем использовать сегодня голосовые помощники в деятельности сок но за исключением базовых вещей приглуши свет включи чайник там включи микроволновку и так далее вот но именно с точки зрения расследования блокирования реагирования карантина в соках это не самый лучший вариант потому что но дикция далеко не всех аналитиков такая как у меня вот поэтому голосовые помощники далеко не всегда правильно распознают такого рода команды могут заблокировать случайно не тот айпишник не тот домен и потом придется разгребать последствия такого рода некорректного внедрения технологии но сама по себе возможность существует вот в частности мы тестировали это с алексей сама зон эхо а вот и встроенным голосовым помощником алексей и соответственно смогли реализовать очень интересную схему сейчас вы увидите как это работает на практике то есть небольшой такой видеоролик он правда будет на английском озвучен но я думаю проблем не составит на экране вы будете видеть ровно то что происходит в реальности то есть аналитик озвучивает князь паблика а пир доме свою там типичную ежедневную работу и особенно он хочет например получить информацию о количестве узлов в том сегменте в котором он работает он получает эту информацию дальше собственно он может получить информацию конкретных каких-то адресах а вот и также получить информацию о том является ли тот или иной адрес который мы видим в сиеме например зарегистрированном сети либо нет что это за устройство какой его там айпи маг адрес в какую группу или в какой вилан он отнесен или относится но опираясь на эту информацию мы можем там например карантинить какие-то айпи адреса либо выполнять какой-то дополнительный ресерч например понять какой пользователь аутентифицировался с данного айпи адреса под какой операционной системой работает данный айпи адрес ну и так далее за дальше в зависимости от плейбука принимать также решение опираясь на звук звуковые команды но при условии опять же что дикция у аналитика достаточно неплохая но данном случае мы видим что была дана команда закарантинить конкретный айпи адрес после чего собственно сессия работы с голосовым помощником завершается это один пример вот может быть и другой пример когда мы проводим не внутренний ресерч а ресерч внешний в этом случае мы собственно можем также голосовыми командами примерно в том же самом режиме а например проводить анализ доменов либо публичных айпи адресов получать информацию о том являются ли они фишинговыми либо вредоносными и опираясь на результаты распознавания например в сервисе циск амбрелла или может быть дополнительно мы можем проверять это в айрус тотали или там с редкрауди или там в госсопке или финцерте мы можем как бы принимать решение о том что мы делаем с этими доменами либо айпи адресами но например вот в данном случае мы хотим заблокировать работу с внешним айпи адресом и соответственно команда уходит на карантин и межсетевой экран следующего поколения cisco for power у нас помещает в блок-лист данный айпи адрес а если мы хотим проанализировать информацию о доменах соответственно также даем команду cisco umbrella investigate дать нам информацию о том что скрывается за на доменом интернет badguys.com соответственно umbrella анализирует по своей базе выясняет что это фишинговый домен мы его блокируем и дальше при необходимости собственно завершаем сессию либо просим прислать нам на электронную почту результат работы всей сессии для того чтобы подгрузить его например в тикет там в качестве какого-то артефакта для подтверждения выполняемых нами действий то есть вот таким вот образом с помощью соответствующего скрипта который через ipi обращается голосовому помощнику мы можем подключить голосового помощника к соку это может быть не только алекса это может быть и алиса это может быть салют это может быть олег ну и множество других голосовых помощников которых у нас становится все больше и больше ну и в заключении своей части также не забываем что сок это не только люди не только технологии не только процесс это еще и помещение Соответственно, от красивых картинок, которые многие из вас видели, с красивыми плазмами, вещающими на стенах, сразу возникает вопрос, во сколько это выливается. Если строить помещение по центру мониторинга, особенно в круглосуточном режиме работы, правильно, по уму, мы должны учитывать и требования по акустике, и по реверберации, и по шумопоглощению, и по бликам на окнах, и по всяким запахам и контролю запахов, особенно если в том же самом помещении у меня находится некая небольшая кухня, где аналитики отдыхают, пьют чай, разогревают курочку в микроволновке и так далее. Запахи влияют на работу аналитика, поэтому это все надо учитывать. Мы это учитываем в рамках проектирования соков, поэтому по нашему опыту хороший сок должен содержать в себе несколько комнат, то есть несколько помещений. Да, они могут быть размещены в рамках одной физической локации, разделены там какие-нибудь перегородками, но это должно быть сделано. Соответственно, в каждом таком помещении свои задачи, свое оборудование, своя мебель, причем мебель это тоже может быть различная. Есть примеры, когда это обычный рабочий стол, купленный за 10 тысяч в Икее. Это может быть стол с изменяемой высотой, потому что, как нам говорят специалисты по эргономике, нельзя все время сидеть, надо иногда вставать, чередовать сидение и стояние. Поэтому есть столы в той же самой Икее за 40 тысяч, а не за 10, которые могут менять свою высоту, а есть столы за 200-600 тысяч рублей, которые не только меняют высоту, но и имеют встроенные USB приводы и подогрев чашки автоматический и колонки и так далее. Все это встроено в стол, который стоит от 200 до 600 тысяч рублей. Понятно, что у меня сразу ценник меняется. И ценник составляет до 20% стоимости от всей стоимости сока. Поэтому это тоже вопрос, на который мы должны ответить, когда мы будем бюджетировать для себя сок. Ну и совсем в заключении хотелось бы обратить внимание, что когда вы видите вот такого рода расчеты с точки зрения затрат на сок, и вы видите цифру в миллион долларов разовых затрат и по полмиллиона долларов ежегодных затрат, у вас может исчезнуть желание строить сок. На самом деле оно не должно у вас исчезать, потому что это только один из примеров, потому что в реальности все очень сильно зависит от вашей сервисной стратегии. Я не зря про это сказал, и именно поэтому Циско достаточно давно занимается именно консалтингом в области проектирования соков. И у нас есть различные услуги для тех, кто либо только подступается к идее сока, и надо ответить на вопрос, нужен вам сок или нет, а если да, то какой. И уже как бы решил, какой сок нужен, и соответственно его надо спроектировать. Или надо провести оценку текущего сока, почему он провалился, почему он не позволил достигнуть изначально желаемых результатов. То есть такой аудит. А кому-то нужно вывести сок на новый уровень. То есть не только провести аудит, но и разработать дорожную карту по развитию сока по переходу, например, из аутсорсинга в онпрем, или наоборот с онпрема в аутсорсинг, от каких-нибудь там сигнатурных методов в сторону машин ленинга, ну и так далее. То есть это все то, чем мы занимаемся. Это то, что включается в сервисную стратегию, которую мы разрабатываем в рамках наших сервисов. И самое интересное, что далеко не всегда надо считать, что стоимость консалтинга по проектированию соков, она стоит каких-то колоссальных денег. На самом деле, буквально перед сок-форумом, специально к сок-форуму мы анонсировали там три новых услуги, такого базового уровня, которые в 10 раз дешевле, чем стоимость Сиема, сегодня нормального коммерческого, при этом позволяют ответить вам на базовые вопросы. Каким должен быть ваш сок, или насколько ваш сок сегодня соответствует мировым практикам, и как его развивать, этот сок. То есть базовые такие сервисы, но которые позволяют вам не делать ошибок при планировании бюджета. И у ЦИСКи есть опыт в этой части. Вот одну из этих книг мы сегодня в том числе также будем разыгрывать. Там несколько счастливчиков, которые успеют ответить правильно на вопросы нашего розыгрыша, смогут получить книги, или цисковский мерч, или голосовые колонки, которые мы разыгрываем, и победителей этого розыгрыша мы объявим сегодня в самом конце дня. А мне хотелось бы передать вновь слово Руслану, который продолжит рассказ про технологические аспекты сока. Я же еще хочу напомнить, что те, кто будут задавать хорошие вопросы, тоже имеют шанс получить призы. Да, все верно. Поэтому не будьте пассивными наблюдателями, будьте активными участниками нашего эфира. Есть у нас вопросы, коллеги? Мы вопросы посмотрим чуть позже, я в чате их проверю, а сейчас мы переключаемся на следующую презентацию. Продолжение следует...